Что же такое киборг? Киборг по определению своему это некая смесь биологии и механики, как было сказано, но все-таки еще электроники и искусственных компонентов, если так можно сказать. Если мы говорим о киборгах, то прежде всего нам вспоминаются классические изображения типа Терминатора от Арнольда Шварценеггера и классики Робокопа. Это является каноническими киборгами, к которым мы с вами многие привыкли. Но так ли это на самом деле, если смотреть на современное общество? И какой процент замены человеческого тела вообще можно считать полностью искусственным, раз уж на то пошло? Вспомним эволюцию. У нас есть классический подход к понятию эволюции. Когда была обезьяна, через несколько стадий она превратилась в человека. Ну, об этом более подробно, я так понимаю, расскажет вам следующий оратор о происхождении человека и о каких-то тонкостях этого вопроса. А мы вспомним, как к этому изображению относится интернет. А интернет к нему относится несколько специфично. Среди биологов-эволюционистов входит такая шутка. Первая обезьяна, которая взяла в руку палку и ударила другую обезьяну, стала человеком. Соответственно, многое в нашем развитии, даже на этой классической иллюстрации первой части, связано с орудиями труда. И с развитием человека и его жизни орудия труда все более совершенствовались. Сейчас уже сложно представить современное развитое общество без каких-либо технократических вещей. Даже сейчас у меня при выступлении есть микрофон, чтобы вы меня хорошо слышали. Видеокамера, чтобы меня могли увидеть не только присутствующие здесь в зале, но и смотрящие трансляцию. И пультик для переключения. Ну да, и перечень кончится свет. Так вот, можно ли считать нашу эволюцию и вещи, которые нас окружают, тем, что мы становимся все более и более киборгами? Если вернуться к нашему определению и не способных жить без этих механических или электронных компонентов. Вы, как представители современного общества, мы не говорим про племена, которые остались в каменном веке, которые только развиваются. Мы говорим именно про современное общество. Неважно, азиатское, европейское, но именно про общество с высоким уровнем развития. Вы можете представить свою жизнь без электричества, электронных гаджетов или каких-либо подобных устройств? Вот фраза «да, но недолго» наверное лучше всего отображает наша ситуация. Об этом мы поговорим ближе к концу. А сейчас вспомним все-таки, что у нас было с человеком, как это все начало появляться. Одними из первых помощников человека, конечно же, были очки. Ну, потому что зрение ухудшалось, и чтобы восстановить, чтобы человек мог нормально видеть, у него появились какие-то помощники. И вот классика очков и более поздняя классика — это линзы. Сейчас это уже что-то более навороченное, типа линз от Google, которые уже проецируют какие-либо изображения туда. Это просто совершенствование. И данное совершенствование давно уже присутствует с человеком. Но это не самое старое, с чем занимался человек, если что. Это просто один из самых ярких примеров, потому что людей с плохим зрением, особенно в нашем обществе, с нашей нагрузкой на глаза довольно много. И довольно большой процент населения носит очки и линзы, чтобы вы понимали. Что нас ждет в будущем в этом направлении? Сейчас научились восстанавливать зрение полностью. Ну, скажем так, в силу своей особенности я рассматриваю человеческий организм чисто как робототехнический комплекс. Ну, это к вопросам, которые были заданы проще. Можно ли полностью расшифровать человека и можно ли что-либо с ним сделать? Из-за того, что мы не можем сейчас сгенерировать как отдельный орган, это, пожалуй, только мозг. Все остальное можно заменить в том или ином виде. В частности, здесь мы видим вот этот вот модуль, который имеет вот здесь вот камеру и чип, который подключен непосредственно к мозгу. При полной утрате зрения с помощью этого устройства в данный момент возвращают зрение людям. То есть это повреждение нерва, это повреждение сетчатки глаза. Это устройство позволяет возвращать людям, и оно уже реально на рынке. Оно реально имплантируется, ставится людям. Причем, как вы можете заметить, довольно пожилым людям. Что важно, потому что чем старше организм, тем хуже у него адаптация. На второй части мы видим бионический глаз. Точнее, одну из его разновидностей. Данный глаз, в принципе, тоже является частью пути к киборгу, потому что на него можно вывести ту или иную дополнительную информацию. И уже создать так называемую дополнительную реальность для нас. Но это именно про зрение. Почему я на нем акцентирую свое внимание? Потому что человек получает огромное количество информации через глаза. Но зрение не самый древний вариант того, что заменяли люди. А самым древним были, пожалуй, протезы. Протезы, ну, колонический вид пирата все помнят. Крюк вместо руки и палка вместо ноги. Это, ну, век 14-й, 15-й, 16-й. Это то представление, которое видели мы. Протезировали еще в Древнем Египте. Это где-то глубоко до нашей эры. И протезы присутствуют с человеком давно. Это реальная замена наших конечностей. Это первая ступень киборгу. Да, без этого можно жить. Я не спорю. Но иметь полнофункциональную конечность, скажем так, несколько более удобно с точки зрения, что социума, по-моему, социальные животные. И люди имеют свойство собираться в некоторые социальные группы и выполнять какие-то социальные роли. Вот наличие полнофункционального человека с полнофункциональными конечностями расширяет его возможности. Что же у нас происходит сейчас? Говоря, ну, я пойду по эволюции ножных протезов. Есть ручные протезы, есть протезы сердца, замена органов. Мы выращиваем половину органов синтетическим способом. Половину органов мы заменяем с тем или иным успехом. Яркий пример — это гемодиализ. Но остановимся вкратце на ножных протезах. Первые ножные протезы были… Ну, это не совсем первые, это первые полнофункциональные ножные протезы, скажем так. Самыми первыми протезами были именно та самая палка у пирата. Вот эти протезы уже могли сгибаться и позволяли достигать человеку хоть какой-то более-менее адекватной подвижности. Сейчас для гражданских людей появились бионические протезы. Это протезы, которые полностью способны заменить утраченную конечность. Люди ходят и не испытывают практически никаких проблем с данным комплексом и с данным устройством. Но вопрос, что является… Ну, совершенство, скажем так, в области человека мы достигли. Вопрос, можно ли сделать лучше. И в этом плане возник небольшой парадокс. Знаете же, что есть паралимпийские игры. И на паралимпийских играх в данный момент протез, представленный вот здесь, запрещен. По одной простой причине. Люди с данным протезом бегают намного быстрее, чем здоровые люди. Данная конструкция более эргономична. Данная конструкция обладает специальными материалами. Поэтому человек с таким протезом способен разогнаться намного быстрее и намного до более высокой скорости, чем здоровый человек. Поэтому при наличии современных технологий и современных устройств говорить о том, что у нас есть люди с ограниченными возможностями, при достаточном финансировании, уже, на мой взгляд, не совсем корректно. Поскольку современные протезы могут многое. Если вспомнить те же протезы рук, не так давно бионический ручной протез позволил завязывать шнурки. Вроде бы, казалось, простая операция. Многие из нас ее делают каждый день. Но, если вдуматься, это довольно тонкая механика пальца. Соответственно, мы довольно четко читаем ответы нервных окончаний и переносим их на манипуляторы рук. Если мы говорим про обратную связь, последние модели этих протезов, буквально несколько месяцев назад, появилась информация, что появилась обратная тактильная связь. То есть человек в ответ от протеза чувствует и форму того, что он трогает, и твердость, и все остальные параметры. Это уже реальный шаг к полнофункциональному осязанию. И это довольно большое продвижение. Ну, собственно, если уже говорить про то, что у нас есть сейчас. Сейчас многие из вас снабжены мобильными телефонами. Без мобильного телефона жизнь современного человека крайне сложна и в большинстве своем невозможна. Многие из молодежи используют наушники для просутствования музыки везде. Если говорить про телефон, они появились не так давно, мобильные. Еще каких-то лет 15-20 назад это была, скажем так, роскошь, и она не представляла обыденности для нашей жизни. У нас у всех были телефоны с проводом, с диском, которые мы набирали и звонили друг другу, как-то обходились. Если мы говорим про мобильник сейчас, это центр нашей жизни. Он помнит, сколько денег мы потратили. Он является нашим ежедневником, записной книжкой, музыкальным плеером, фотоаппаратом. Ну, скажем так, практически все устройства, которые раньше были отдельными, были поглощены мобильным телефоном. Это к вопросу того, насколько он для нас важен. И для большинства людей потеря мобильного телефона является критичным. В том числе, ну, это может привести к уволению с работы, к потере важных контактов, к потере просто человека, потому что он не сможет связаться ни с кем-то. С музыкой проще. Часы отходят на второй план. Отходили. Но сейчас появилась мода на смарт-часы, так называемые. Они, ну, я бы не назвал их особо нужными, но для человека они приятны, потому что не нужно доставать ваш любимый мобильник, чтобы посмотреть, что вам написали. Или чтобы кратко ответить на сообщение. Или что-то сделать еще. Это так называемая дополнительная реальность. И она становится все более популярной. В данный момент, несколько лет назад, были Google Glass. Это попытка сделать нормальную, полноценную, дополненную реальность с точки зрения самого зрения. Не очень эффективная пиар-компания, и проект был закрыт. Потому что современному обществу вот эти устройства по факту тоже не нужны. Они являются основой для того, чтобы наше общество, ну, скажем так, его жизнь была более комфортной. Но для того, чтобы человек понял, что его жизнь более комфортна, мы же с вами не имплантируем себе вот эти протезы, которые позволяют больше бегать, быстрее бегать. Потому что мы считаем, что наше естественное тело вполне нас устраивает. До того момента, когда подключаются маркетологи. Если маркетологи подключаются, то они могут вполне нас убедить, что при определенных условиях это возможно. К примеру, сейчас начинают появляться экзоскелеты. Я думаю, что здесь люди образованные, и президенты представляют себе, что это такое. Ну вот, в частности, с последними моделями экзоскелета, один человек спокойно поднимает одну машину весом в 2 тонны. Ну да, это неплохой задел. Но, к сожалению, на Олимпийских играх это невозможно, ну просто потому, что все упрется в электронику. Есть один нюанс, и, скажем так, мне кажется, что за этим есть относительное будущее. Это прямой интерфейс человек-компьютер. Это довольно страшная с точки зрения именно человечества вещь, но, на мой взгляд, она появится и будет необходима. Поскольку мы тратим довольно много информации на периферию, то при наличии чипа, подключенного к нервной системе, как я уже сказал, у нас есть обратно-тактильная связь на протезах, у нас есть прямая связь от мозга, которая позволяет управлять конечностью. Вот то же самое можно подключиться непосредственно к мозгу и передавать информацию непосредственно в мозг, создавая либо полную виртуальную реальность, либо прямой интерфейс с тем или иным допуском. Вот этот чип может произвести революцию, сравни промышленной революцией, которая была в свое время. Поскольку такое подключение кардинально изменит жизнь общества, так называемого золотого миллиарда. Ну, опять же, те, кто имеет доступ к высокотехнологичным устройствам. Теперь вопрос. Вот, возвращаясь к нашему вопросу, можем ли мы прожить без устройств, без электричества, без всего? Мы высокоурбанизированное общество, причем в сумме человечества, не только конкретно России, Америка, Китай, в сумме конкретного человечества. И если уже говорить про высокую степень урбанизации, то в чем вообще это заключается? Ну вот, возьмем обычный город Санкт-Петербург. Не так давно у нас выпал снег. Неожиданно. В ноябре. В городе случился небольшой коллапс. Это пробки в 9 баллов, это толкание автобусов по утрам, потому что они не смогли отъехать от остановок, и так далее. Вроде бы казалось, зачем нам техника? Мы же без нее так можем спокойно прожить. Но в нашем обществе, конкретно в городе, пока снег не расчистили, город был фактически парализован, потому что ни скорая помощь не могла добраться к больному, и дальше больного отвезти к врачам. Ни какие-то коммунальные службы не могли куда-либо добраться для устранения аварий. Ни водители на своих машинах не могли добраться до работы. Соответственно, если люди не могут добраться до работы, они не могут что-то произвести. И город потихонечку замирает. А это, казалось бы, не самое большое бедствие. Это всего лишь выпал снег. Его расчистили, мы снова живем с вами в более-менее нормальном виде. Если говорить про город, это огромное, сложное технологичное устройство, которое нас полностью окружает. Это единый, живой, технологичный, искусственный организм, в котором мы выполняем определенные роли. И без него мы уже с вами прожить не сможем. По ряду причин я о них еще несколько упомяну. У нас есть коммунальное хозяйство, которое работает от электричества. У нас есть какие-то вещи, которые здесь работают от электричества. Вся наша жизнь от современного человека основана на двух вещах. Это бензин и электричество. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что, в принципе, мы с вами уже киборги все. Поскольку без этого прожить современное общество технически не сможет. Вот у нас, к примеру, процент урбанизации. Ну, урбанизация — это количество людей, живущих именно в городе. Как мы видим, на 800-й год это было несерьезные 3%. Сейчас, на 2005-й год, это уже вполне себе серьезные 47%. Соответственно, чем больше, тем больше процесс урбанизации. Во всех странах происходит один и тот же процесс, потому что в городе больше работы. Более высокотехнологичное производство требует большего скопления людей, больших компонентов. С точки зрения логистики это выгодно собрать в городе. Поэтому люди из населенных пунктов, из сел выбираются в город. Но есть еще один нюанс здесь. Это производство продуктов питания. Вы вряд ли уже можете себе представить здесь. Я не знаю, сколько процентов из этого зала способны оборудовать поле. Ну и вряд ли еда, которая будет выращена полностью ручным трудом, в данный момент будет конкурентоспособна с технократичной едой. Сейчас на поле посадка – это комбайн, сборка – это комбайн, производство удобрений – это отдельный сектор экономики. Без удобрений у нас тоже особо ничего не растет в последнее время. После производства удобрений нам нужно как-то бороться с вредителями. Это другой сектор экономики, в котором тоже занято большое количество людей. А сам фермер – это по факту небольшая группа людей, которые вращивают… Раз, раз. Ладно, хорошо. Продолжим так. Меня забанили ли не до конца? Так вот, фермеры сейчас – это довольно небольшая прослойка населения, которая связана прежде всего с производством продуктов питания, и этих людей не так много, потому что они способны обеспечить человечество. Вообще, строго говоря, у нас довольно большое количество еды выбрасывается в развитых странах. Мы способны накормить и Африку, и голодающие страны, но это вопрос именно о логистике всего происходящего. Если убрать комбайны, если убрать удобрения и убрать борьбу с вредителями, то вот эти вот 47% населения останутся без еды, потому что в городе еду выращивать не получается. Ну, просто из-за особенностей этого самого города. У нас большая плотность населения, а для того, чтобы выворачивать что-то, нужны поля. Вот, и получается так, что наше конкретно общество, человеческое, современное, оно завязано на технологии и на технике. И поэтому вот эта вот связь делает нас уже отчасти киборгами. И те, кто из вас сказал, что они спокойно могут прожить без техники и электричества, по крайней мере, в городе это сделать не удастся. Яркий пример тому, это наша относительно недавняя история, это блокадный Ленинград. Сам себя он прокормить не мог. Единственное, поставки по дороге жизни и при прорыве, это первое положили железную дорогу, чтобы с большой земли привезти еду. Это яркий пример того, что город не способен прокормить себя. Единственный нюанс. Если бы вся страна не срабжала его едой, снабжение оружием людей, которые не могут передвигаться из-за голода, к сожалению, технически невозможно. Давайте оставим это для вопросов. Немножко про выводы. Я не спорю с вами, я вам сейчас аргументированно отвечу. Но нюанс в чем? Скажем так, при определенных допущениях у нас минимум 47% это киборги. По описанным выше причинам. На самом деле этот процесс больше, потому что на селе уровень технического отставания в развитых странах не сильно ниже. Я думаю, что в данный момент у нас процент киборгов где-то в районе 70, если оптимистично говорить, по населению. Жизнь современного общества технически нельзя представить без этих средств. Без электричества, без бензина, без машин. Кто бы что ни говорил. Какие бы красивые экологичные общества мы не строили. Ну и производство питания полностью зависит от технических средств. Теперь я немножечко отвечу именно о городе, а потом отвечу на остальные вопросы. Вот вы говорите, блокадный Ленинград снабжал всем техническим средствам. Два вопроса. Откуда поставлялось железо в город? США тратят каждый год в течение последних 25 лет 32 миллиарда долларов, чтобы разработать водородную тематику. Это вам для информации. А Франция, США, Япония 4 миллиарда долларов. Они сделали только 20 автомобилей на водородном топливе. Только сейчас уже есть водородные заправки в США и водородные автомобили. Я вам говорю то, что у них работает в экспериментальном плане. В городе на Неве в блокаду было 200 автомобилей на автомобиле. И разработана технология была получения водородного топлива. И ГИБ, государственный институт прикладной химии, его снесли в наше время. И всегда блокадники говорят, у нас, слава богу, враг был за территорией кольца. Поэтому было намного лучше с наукой, с развития. А то, что касается киборги, вы польстили себе и тому, как вы считаете, 70%. Кибернетики, основателем кибернетики в научном смысле был Леонид Конторойч. В 1975 году профессор Санкт-Петербургского университета, он получил премию Нобелевскую. Так вот, кибернетика – это наука, а системная информационология. Но, простите, вы не то, что системная, а вообще о информационологии и Прохоров. У нас в Москве институт Прохоров книжку подарил, когда еще жив был. Так вот, Нобелевский лауреат тоже. Для того, чтобы вступать в такую лекцию, нужно немножко, немножко знать об инфункционологии. На будущее вам совет. Первый нюанс. Где эти 200 автомобилей, которые были на водородном топливе, и почему их нет в России в серии? Потому что у нас уничтожили очень много, и не только эти. Если я буду говорить, что то, что было уничтожено, это будет слишком длинная лекция от Адама и Ева. Это первое. Да. Вы, наверное, не в курсе, что в 1986 году был пожар в бане, библиотека Академии наук. И что там сгорело. Зайдите в эту библиотеку в бан и поинтересуйтесь. Хорошо, без особых проблем. Но вопрос. Откуда в город доставляются ресурсы? Санкт-Петербург не добывает железо. Санкт-Петербург не добывает уголь. Тот Ленинград не добывает уголь. Город Санкт-Петербург, опять же, не добывает уран. Город Санкт-Петербург не добывает нефть. Ну, согласитесь. И локально эти ресурсы расположены в разных местах. Я в продолжение, коллеги, скажу, что в Кронштадте была военная часть красозаменного Балтийского флота. Я думаю, вы этого не знаете. И этот красозаменный, и эта часть, секундочку, поля, которые были на территории Кронштадта, остров такой, если вы знаете. Я не знаю, откуда вы приехали. Я местный, я местный. Да, хорошо, вы местный, тамошний. В чем суть? Поля, которые были, школьники засевали, и на этих полях все высаживалось. Если вы посмотрите блокадные фотографии, я не знаю вообще, может, вы о блокаде 5 лет назад в Википедии прочитали. На Исаакиевском соборе выращивалась капуста и так далее. Выращивалась, все поля были засажены. Вопрос в другом, что полторы тысячи тонн через озеро блокадное, ну, через Ладожское озеро по дороге жизни привозилось. И в том числе, что самое интересное, когда уже была Дорога Победы, в 1945 году открыто через Неву на Невскую Дубровку от поля, ну, если вы знаете, если вы ездили, перевозились танки сюда, фашистские. Они сюда, в том числе и наши подбитые, здесь переплавлялись, и из них делалось вооружение. Поэтому, что говорить, кимборгами, я не понимаю, кимборги или технократия. То, что мы технократичные, да, мы не папуасы, мы не в набеданных повязках. Извините, у нас бывает холодно. Ответ можно вам сделать? Да, конечно. Тогда почему в блокадном Ленинграде люди умирали от голода? Потому что площадь засеваемых полей была недостаточна. И была недостаточная технология. А я вам расскажу притчу. Есть такая притча. Посадили? Да. Я вам расскажу. Есть притча. Посадили двух баранов. Одного посадили в клетку и давали питание. И всем давали одинаковое питание. Два барана, все нормально. Одного зеленый лук, вид. Другого в клетку с серым волком. Понимаете? Да, с двух сторон по волку сидят. И один баран похудел. И вообще из него шерсть стала лезть и прочее. Другой баран разжирел. Поэтому я думаю, даже 150 блокадных грамм, они были всего два месяца. Если мы поднимем историю, это было два месяца. Когда по Ладожскому озеру были штормы, и когда не было морского сообщения, и не было льда. Было 150 секунд. Я объясняю. И люди гибли больше всего именно от нервного истощения. Те люди, которые работали, они как раз выживали. Но если вы архивы поднимете, я могу вам эту историю рассказать. Можно, пожалуйста, попроще вопрос, хорошо? Я в кулуарах могу рассказать. Конечно. Давай, перебивая, отберемся от блокадного Ленинграда. У меня вопрос в том, как решается проблема энергоснабжения. Энергоснабжения, потому что те же самые экзоскелеты, судя по всем фотографиям, по тем видео, которые показываются в интернете, к ним подключается огромное количество проводов к генераторам энергоснабжения. Либо это отдельные модули с огромными юбизаками, многотонными, с энергобатареями. Мы можем вообще найти выход в проблеме энергоснабжения этих самых элементов? Допустим, чтобы создать человеческое тело, искусственное, потребуется колоссальное количество энергии. Я уже не говорю про какие-то запредельные способности, поднятие многотонных грузовиков и так далее. Ну вот смотрите, сейчас готовые прототипы бионических рук работают на автономке довольно долго. Да, у них невысокая производительность, она где-то сопоставлена с человеком, но они есть. Выход у нас сейчас, как ни странно, в области альтернативной энергетики и в области автостроения. Поскольку электромобили сейчас развиваются крайне мощно, и водородные топливные элементы сейчас фактически уже на промышленном производстве, и способы заряда появляются все более совершенные, в частности, графеновый аккумулятор от Volkswagen, если он выдает те параметры, которые были заявлены, и ту скорость заряда, которая была заявлена, отчасти решает эту проблему. Но проблема источников питания и автономности этих устройств, да, она в данный момент является ключевой и основной причиной сдерживания именно развития и именно получения полнофункциональных устройств. Экзоскелеты в американской армии есть прототипы автономных устройств и автономных экзоскелетов, и они, по-моему, в районе шести часов работают. Ну вот, в данный момент. Это да, но это только начало. Вспомните первый автомобиль из сто лет назад. Тогда, пожалуйста, последний вопрос на микрофончик. А давайте я в микрофончик задам. А вот протезы решают какие-то конкретные функции, глаза, руки, ноги. Какой процент населения сейчас может получить эти протезы, и какова цель, на ваш взгляд, в будущем? Скажем так, все зависит от финансирования. Промышленное производство и промышленных мощностей вполне достаточно для того, чтобы обеспечить всех. Вопрос в том, что в данный момент данные протезы, данные комплексы, они относительно дороги. И раз мы их производим, то для обеспечения их нужны программы, и нужно, скажем так, причиной для оснащения этого. То есть если у человека достаточно денег, он может получить этот протез практически без очереди. Они есть на складах, и они, скажем так, доступны для установки и адаптации на любой момент. Поэтому все, кто в них нуждается, в данный момент могут быть ими оснащены. Вопрос в экономической целесообразности этого, как бы это, скажем так, прискорбно не звучало для нас, и в, скажем так, мобильности самих инвалидов, и того, насколько эти инвалиды заинтересованы и готовы к принятию таких протезов. У меня вопрос к поднятой теме. Можете подробнее осветить ее актуальность? Почему именно сейчас мы можем о ней говорить? В чем актуальность непосредственно осознания того, что мы сейчас так сильно зависим от технологий? Осознания этого до сих пор нет. В этом проблема. Проблема в том, что человек считает себя венцом природы. Мы считаем, что мы добились совершенства в наших технологиях и в наших устройствах. Но при этом осознание проблемы перегруженности технологиями и того, что даже простой снег способен вывести наш город из равновесия и нарушить стандартную работу, не говоря уже о чем-то более серьезном, типа землетрясения. Вот этого осознания у человечества пока еще нет. И пока мы будем считать, что мы полностью, скажем так, доминируем на планете, вот эта проблема будет стоять актуально. С технической точки зрения проблемы нет. С технической точки зрения человечество развивается довольно стабильно и сильно. Развивается давно. Появляются новые технологии. Но именно вот последние года, ну где-то после Великой Отечественной войны, появились как раз вот эти вот большие современные технологии, которые полностью захватили нашу жизнь и без которых человечество уже в данный момент не в состоянии быть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...